За последние годы количество случаев онкозаболеваний существенно выросло. Врачи отмечают, что это связано в первую очередь с тем, что уровень диагностической базы стал выше. Повсеместно проходят диспансеризации. Кстати, Подмосковье – единственный регион России, где онкоскрининг проводится в рамках ОМС. Сейчас во всех округах, поликлиниках Московской области проходит в рамках диспансеризации онкоскрининг. То есть это достаточно очень простой метод, способ определения онконастороженности заболеваний в полости рта. Тем более в рамках ОМС Московской области данный вид услуг входит в рамки ОМС, обязательного медицинского страхования жителей Московской области. И поэтому данный вид обследования совершенно бесплатен для жителей Московской области. И поэтому эта конференция, которая проводится в вашем районе первый раз, она не последней, и это уже станет такой нашей рутинной работой, ежедневного приема наших пациентов. Конференция для врачей-стоматологов территориального округа номер 10 по этой теме проходит впервые. Неслучайно для проведения была выбрана вторая районная больница. Именно здесь находится лучшее в области отделение челюстно-лицевой хирургии. Своим опытом поделился Владимир Демьянов, заведующий отделением кандидат медицинских наук. Он рассказал о статистике выявления онкозаболеваний в своей области и дал четкие схемы дальнейшей работы с такими пациентами. Онкозорожеств у больных стоматологического профиля. Эта тема очень актуальна для всех. Тем более опыт областной стоматологический профиль. Наш опыт показывает, что, к сожалению, сейчас идет увеличение роста опухолеподобных состояний. Поэтому так конференцию мы проводим очень актуально. Мало того, используется хороший сейчас прибор, новый, современный. Нам будет курс обучения, и мы сможем использовать это, вероятнее всего, и в нашем районе, чтобы легче было дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли. На конференции был также рассмотрен опыт врачей Московской областной стоматологической поликлиники. Разобраны конкретные истории пациентов. Среди них большой процент людей пожилого возраста, но есть и дети. Это говорит о том, что онкологических заболеваний нет возраста и может быть подвержен любой человек. Главное – вовремя обращаться за помощью к специалисту и не заниматься самолечением. После конференции медики провели осмотр пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больнице с помощью светодиодного аппарата. Это разработка российских ученых. Такой осмотр позволяет сразу увидеть состояние слизистых оболочек ртовой полости. В скором времени аппарат появится и в районной больнице. Это существенно облегчит работу стоматологов. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».